Гусли легендарного садко, средневековая волынка, зажигательные народные песни и пляски. Все это можно было наблюдать в минувшие выходные во Дворце культуры Арктика. Там прошел съезжий праздник Печорская гостьба. Сегодня у нас в гостях самые яркие участники праздника. Это специалист по музыкальной археологии Центра музыкальных древностей Владимира Поветкина, Антон Каменский. И участник ансамбля ГУЦИ Павел Усольцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Павел, Антон, вы вчера на мастер-классе представили древние музыкальные инструменты. Можете еще раз их продемонстрировать, где они были найдены и как их применяли? Мы привезли с собой в Нарьянмар часть коллекции Центра музыкальных древностей. Это различные музыкальные инструменты, струнные, струнные щипковые, струнные смычковые, духовые музыкальные инструменты, духовые язычковые, духовые свистковые. И даже несколько самозучащих. И сегодня мы тут в студию тоже принесли часть тех предметов, которые были восстановлены в свое время по находкам в Новгороде. И можем, конечно, о каждом из них очень долго и подробно рассказать. Ну, обо всем по порядку. Например, у Павла Владимировича сейчас в руках гусли-славиша, так называемые лиреобразные гусли. Это самый древний тип гусли, который бытовал у нас в средние века на Новгородской земле, и, судя по всему, чуть шире в древнерусское время. Это легендарный инструмент. Он известен тем, что сбоку у него сохранилась резная надпись «славиша». Это то есть имя чего-то может быть, да? Да, скорее всего, это имя владельца, хозяина. Это мужское имя, словиша. Хотя вот еще предполагалось, что это может быть имя инструмента. То есть вот эти два варианта мы рассматриваем. Ну, скорее всего, это, конечно, имя музыканта. Вот. Это довольно интересный инструмент, потому что он для нас знаковый, потому что именно с него началась работа Владимира Ивановича по реконструкции музыкальных инструментов. И вообще развитие Новгородской музыкальной археологии началось именно с этого инструмента. Он был найден в 1975 году, а первая реконструкция Владимира Ивановича была сделана уже в 1978, через три года. С это время мы уже накопили большой опыт. И вот Владимира Ивановича не стало в 2010 году, и мы продолжаем его работу до настоящего времени. Угу. А что за инструмент? Да, вот, ну, если идти по струнам, то у нас еще есть такой смычковый трехструнный музыкальный инструмент. Он, ну, сейчас его называют гудок, хотя в древности он тоже мог называться гуслими, потому что гусли для средневекового человека — это все струнные музыкальные инструменты. Ну, соответственно, для него есть смычок, которым играют. Вот, ну, это интересный инструмент еще тем, что это инструмент догрифовый, здесь нет грифа. Вот на современной скрипке мы струнно прижимаем к грифу, который находится на шейке. Здесь шейка короткая, грифа нет, здесь касается ногтями при игре. Вот, потом, вот, в Европе похожие инструменты развились, собственно, в скрипке. Вот, а до скрипок существовали вот такие вот грушевидные инструменты. Сколько ему примерно лет? Понятно, что это оригинал? Да, это не оригинал, да, это новый инструмент, а вот его оригинальная находка датирована XII веком. Вот, XII веке, ну, они и раньше есть обломки, да, но такой вот целый фрагмент инструмента был на один слоях XII века. Ну, и также есть духовые инструменты, например, сапель. Сапель — это продольная флейта, вот эта реконструкция сапеля XI века, она такая довольно большая по размеру. Есть маленькие находки, это довольно большая находка. Вот, и она тоже сохранилась очень хорошо, почти полностью в длину сохранилась, полное количество игревых отверстий. Вот, и у неё довольно интересный звук. Вот, и из духовых тоже, это одно из последних открытий археологов. Вот, в городе Старая Русса под руководством Елены Владимировны Тороповой была найдена вот такая вот деталь, чантра от волынки. Вот, и теперь мы знаем, что в древнерусское время, ну, уже в XIV веке, по крайней мере, существовала волынка. Причём это единственная пока что находка волынки на территории Древней Руси. Вот, ну, ещё есть такой с нами тут в студии инструмент, варган. Ну, мы его все знаем прекрасно, потому что такие инструменты ещё в XX веке были очень популярны. Вот, в якутской традиции мы его знаем как хамус. Но на самом деле варган известен от Англии до Японии повсеместно. Такой интернациональный, можно сказать, музыкальный инструмент. И в Новгороде у нас тоже, в раскопках мы нашли 12 таких инструментов, в основном XIV века. Вот, и этот инструмент, надо сказать, что является, ну, таким вот прототипом гармошек вообще всех. То есть в гармошке использовано множество таких маленьких инструментов. Вот, а как бы ещё плюс пневмоустройство сделано, а этот такой, ну, как бы простой, примитивный инструмент, казалось бы, по сравнению с гармошкой. Но, тем не менее, это его такой вот предок. Вы занимаетесь раскопками, вот всё равно же не все части инструмента сохраняются. Как потом вот идёт эта реконструкция? Ещё надо же научиться правильно играть на этом инструменте. Вот, собственно, мы не всегда занимаемся раскопками. Иногда мы участвуем в раскопках. Понятно, что специалисты... Сами не руководим раскопками, мы обычно сотрудничаем с экспедициями. Но, тем не менее, я и Павел Владимирович, мы участвуем в раскопках по возможности. Вот, ну, чаще всего приходится уже работать с материалом, который нашли. Ну, и так как у нас есть уже база находок, их много найдено. И мы даже по маленькому фрагменту, совершенно незначительно, можем понять, что это за музыкальный инструмент. И, ну, и даже, как бы, есть такие типы инструментов, которые очень в узкое время существовали. Мы уже можем сразу сказать, вот это там, 11-12 век. Это просто деталь находит. То есть, еще до того, как там получат археологи дендродаты, это вот с помощью дендрохронологии определяют, когда еще до радиоуглеродных анализов мы уже примерно представляем, какого времени это инструмент. Ну, потому что они вот в разное время были разные там какие-то особенности. Все это мы, благодаря уже накопленному опыту, можем как бы использовать в своей работе. Вы вчера не только показывали инструменты, да, знакомили жителей Ниньского округа, но еще и играли на них. Можете сейчас тоже нам что-нибудь сыграть, сыграть для наших телезрителей? Да, мы можем сыграть на любом из этих инструментов. Но вначале мы, так как у Павла Владимировича уже в руках гусли Славиша, тогда мы сыграем такой вот, такой наигрыш. Это народный наигрыш, который был в Псковской области распространен. Небольшой, ну, он, как правило, под песни использовался. Но на самом деле мы не знаем, точно были похожие наигрыши в средние века. Просто для того, чтобы пытаться понять эти инструменты, мы используем народные наигрыши, чтобы вот изучить их акустику, понять, как они друг с другом могут звучать. Ну вот, один из таких наигрышей. Ну вот, один из таких наигрышей. А как удается вот первоначальное звучание инструмента восстановить? Ну, мы используем, прежде всего, те же самые материалы, которые использовались в средние века. Материалы, пропорции. И это даёт нам возможность создать именно, ну, как бы, такой натуральный звук, который мог бы использовать. Конечно, это такая некая условность, потому что до конца мы не будем уверены в том, что именно так эти инструменты звучали. Потому что даже вариант со струнами может быть и разный. Здесь сейчас кишечные струны стоят, и здесь. На щипковых инструментах могли также металлические струны устанавливать, например, с бронзы. На смычковые могли устанавливать конский волос. Ну, на самом деле, мы и такие варианты используем иногда, экспериментируем. Но такой вот вариант, он нам нравится, как он звучит. А музыка ведь тех лет не сохранилась? К сожалению, нет. Так как инструментальная музыка Древней Руси — это народная культура, она бесписьменная, никто не записывал на ноты наигрыши, поэтому, конечно, они до нас никак не смогли дойти. Но предполагается, что вот народные наигрыши 19-20 века имеют глубокие такие вот фольклорные корни, и, может быть, такие же наигрыши или подобные, или по структуре их схожие, могли существовать в средние века. Ну, это такое предположение. Но для нас это, ну, в любом случае, эксперимент, поэтому мы не говорим, что это средневеково. Да, раскопки говорят о том, что вот на Руси вот была очень развита, да, музыкальная культура. Да, раскопки вообще нам очень многое открыли. Во-первых, там вот, наверное, в Новгороде были сделаны открытия берестяных грамот. Это вот письма на бересте. И раньше считалось, что народ был безграмотный, ну, скажем, средневековые люди в основном были безграмотны. Оказалось, что грамотность была очень на высоком уровне среднего века. Также считалось, что, ну, вообще народ был безмолвный и почти не было никаких музыкальных инструментов. Или они были очень примитивны. Но оказалось, что уже в 10 веке в Новгороде существуют сложнейшие для своего времени музыкальные инструменты, смычковые. То есть вот они как в Европе появились в 10-11, так же и вот в это же время они появляются в Древней Руси. То есть ленировские люди были на пике средневековой моды, можно так сказать, музыкальной, по крайней мере. Так что мы не можем сказать, что наши предки были отсталые или там более отсталые, ну, как-то плелись где-то за своими соседями. Нет, всё на уровне было. Почему некоторые инструменты всё-таки не сохранились? Потому что они видоизменялись, да? Мысли не дожили до наших дней? Да, не дожили до наших дней. Ведь существует развитие музыкальных инструментов, мода. Вообще сложная судьба, как у любого народа. Некоторые народы дожили до наших дней, а некоторые канули. Для меня было вчера вот открытие, а некоторые инструменты вообще никогда не видел и не слышал. Тем не менее, да, несмотря на то, что, например, на территории России такие инструменты уже вышли из употребления, ещё, может быть, в 16-17 веке, на Балканах до сих пор играют совершенно в таких же музыкальных инструментах. То есть у них эта старинная традиция сохраняется до наших дней. На Балканах, в Турции, в Италии даже есть. Но такие инструменты тоже существовали очень долго, и, возможно, идея такого инструмента сохранилась в крыловидных гуслях, которые у нас в деревнях ещё в 20 веке использовались. То есть мы можем проследить эволюцию инструмента, ну, если это можно так применить к материальной культуре. То есть они не совсем исчезают, они видоизменяются скорее. Но есть те, которые исчезли. Вот Варган почти исчез. Да, Варган, можете тоже сыграть на нём. Следует пояснить нашим телезрителям, из чего он сделан. Да, это металлический инструмент, ну, он из железа, как правило. У него железная рамка, а язычок сделан из углеродистой стали, ну, чтобы он был упругий, чтобы он хорошо вибрировал. Вот этот инструмент ещё называют зубанка, потому что его прислоняют к зубам. Когда мы прислоняем к зубам, то в этот момент наша голова становится таким тоже резонатором дополнительным. А когда мы меняем объём полости рта, то мы меняем, ну, как бы интенсивность подголосков, да, бертонов. То есть либо высокие, когда язык к зубам высокие получаются. Если я начну язык назад убирать, появятся низкие подголоски. И вот даже можно что-то наподобие мелодии играть. Обычно под пляску играли. Вот во многих культурах европейских Варган — это инструмент плясовой. Ну, вот у нас такой есть стереотип о том, что это шаманский инструмент. Но далеко не во всех культурах. Это довольно редко, когда его можно связать с шаманизмом. Чаще всего это танцевальная музыка. И причём, когда вот они ещё там бубен или просто притопывание используют, это такая очень заводная музыка. Вот норвежцы играют, у них мунхарпа. Когда запись слушают, кажется, что это электронная музыка современная. То есть у них так, в общем, сложно не играют. То есть вот такой маленький инструмент, но это уже такой инструмент, который всегда с собой можно не только под пляску сыграть, но и себя развлечь вот такой незамысловатой музыкой. Ещё интересный инструмент — волынка. Да, вот этот инструмент, как я уже говорил, целую сенсацию произвёл. Ну, из чего он сделан? Это обычный пузырь. Скорее всего, такие волынки могли существовать. Это самый простейший вид мешка для волынки. Ещё у некоторых народов России до сих пор такие волынки используются. У Марицев в Поволжье, например, у них шувыр. Он как раз из бычьего пузыря, тоже многоканальный. Но, может быть, был какой-то другой мешок. Мешка мы не нашли, мы нашли только трубку. Ну, и это уже интересно, потому что даёт нам возможность примерно представить звучание инструмента. Тоже довольно простая музыка, несложная. Ну, и такая вполне могла существовать в Средние века. А сколько сейчас инструментов в центре археологии? Вот. Ну, в центре музыкальной длинности у нас есть реконструкции средневековых инструментов, этнографические. У нас, конечно, коллекция, по сравнению с какими-нибудь крупными музеями, не такая большая, но экспонатов у нас больше сотни. Ну, там несколько сотен, да, если брать ещё этнографические, различные балалайки, гусли, бубны в том числе, гармошки. У нас очень большая коллекция гармошек ещё есть. Ну, и у нас ещё также коллекция этнографическая в центре, большая костюмов. Потому что центр Поветкина занимается ещё и народной традицией, народной культурой, ну, в том числе и костюмом. Скажите немножко о Владимире Поветкине. Владимир Иванович приехал в Новгород в конце 60-х годов. Он приехал как художник-оформитель, занимался оформительскими работами на различных объектах, и в том числе в музее-заповеднике новгородском. Ну, тогда он назывался Новгородским государственным музеем. И со временем он начал заниматься реставрацией археологического дерева. И в один прекрасный год ему в руки как раз попал такой музыкальный инструмент, лереобразный. И с этого момента вся его жизнь поменялась. И он как раз начал, ну, в общем-то, посвятил очень много своего времени, вообще часть своей жизни, можно сказать, посвятил музыкальной археологии. Собственно, у новгородского музыкальной археологии... Но у него не было музыкального образования? Нет, у него не было музыкального образования. Да у многих археологов нет музыкального образования. Смотрю, у вас или нет? Нет, у нас нет тоже музыкального образования. Мы вот такие вот экспериментаторы. Мы больше, да, учёные, нежели музыканты. Ну, может быть, к сожалению, хотелось бы быть и музыкантом, но так сложилось, что... И Владимир Иванович тоже, если бы он не был профессиональным художником, если бы его в своё время отдали бы в музыкальную школу, он был бы, наверное, композитором. Причём у него такой композиторский дар. Ну, есть у нас в центре записи его, композиции. Он на гуслях сочинял такую очень красивую музыку. Ну, и в 90-м году уже был открыт центр Поветкина. Это специальная организация. Было построено здание для нас, где люди, приходя, могут ознакомиться с коллекцией новгородских звучащих находок. Потому что музыкальная археология — это не только музыкальные инструменты. Мы вообще звук пытаемся изучить в Средневековье. Там и бубенчики, и ботола, и колотушки, и трещотки. Всё это мы изучаем, потому что нам важно, чтобы понять, как люди Средневековье воспринимали звук. Они часто звук наделяли магическими функциями. Ну, мы современные люди, конечно, уже попроще к этому всему относимся. Но мы должны знать, как люди до времени относились, чтобы правильно понимать. То есть какая-то связь была с природой, с духами? Ну да, это обязательно. В традиционной культуре люди себя считали частью природы. Соответственно, они природу ещё по-другому воспринимали. Это мы сейчас всё материально воспринимаем. Для них живая была, да. Для нас в админных людей это нормально, а для них это было бы ненормально. Поэтому они, конечно, наделяли предметы, одушевляли их в том числе. Ну и вообще мир был населён различными существами, различными духами. И с ними тоже надо было как-то общаться, контактировать. И в том числе музыка и звуки способствовали этому общению. Злых духов отгонять, например, ботола, коровьи колокольчик. Не просто так, не просто сигнал, что где моя корова находится. Это, скорее всего, ещё некий обид, чтобы болезни не напали. Люди же не знали, что болезнь из-за вирусов, из-за бактерий возникает. Они думали, что из-за злых духов. Поэтому ботола было необходимо. Почему так часто находят именно в Великом Новгороде музыкальные инструменты? Там была так развита эта культура музыкальная? Вот. С одной стороны, может показаться, что оно так, что якобы в Новгороде было много музыкантов. Мы иногда в шутку так и говорим. Великий Новгород – музыкальная столица Древней Руси. Но во многое нам просто повезло, что у нас хорошая сохранность культурного слоя. Но прежде всего он влажный культурный слой. То есть у нас глинистый материк, высокий уровень грунтовых вод, и весь культурный слой пропитан водой. И в нём нету кислорода. Если нету кислорода, то нету бактерий гниения. Соответственно, в 10 веке арганика, дерево, кость, кожа. Всё это сохраняется с 10 века. И в других городах есть. В Старой Руси же нашли волынку, потому что там тоже такой же слой. Там есть и вот деталь лирообразных гуслей. В Обскове есть три детали от гудка, вот от такого инструмента. В Ладоге колок на один. То есть встречаются находки, но просто у нас их больше. Ну, вот это всё благодаря ещё тому, что у нас культурный слой не потревожен. Ну, город провинциальный во многом, и индустриализация его не так коснулась, поэтому... Антон, а вы сами как попали в Центр? Как пришли вообще в эту профессию, такую уникальную, на мой взгляд? А, ну вот мы, я помню, сейчас с Павлом Владимировичем занимались в военно-историческом клубе. Ну, там различные кулачные бои, фехтование было. И в какой-то момент нас привели в Центр порядка просто учить песню петь народную. И мы так и стали участниками хора. Потом уже, когда пристали заниматься реконструкцией, так называемой историческим, фехтованием, кулачными боями, мы продолжали заниматься музыкальной традицией. Так со временем и как бы... И всё, да, уже часть жизни стала. Вы сказали, нет музыкального образования, но я сейчас удивляюсь, кто вас вообще учил? Это же музыкальный слух в любом случае должен быть. И навык, как минимум. Самое интересное, навык, он, конечно, приобретается. Тут любой человек навык. Но на самом деле и слух, он есть у всех. Нет человека, у которого нет слуха, потому что если бы у нас не было слуха, мы бы не слышали вопросительной интонации. То есть, ну, когда задают вопрос, человек чуть-чуть повышает тот тон. И мы уже понимаем, что у нас спрашивают. Мы определяем настроение по голосу. То есть у нас у всех идеальный слух. Просто мы его должны немножко, ну, как бы, натренировать. И каждый человек может натренировать слух. Это совершенно естественная наша способность любого человека. А что чувствуете? Вот принесли вам какой-то вновь обнаруженный инструмент, да, когда с ним работаете? Есть какая-то связь? Вы по колене чувствуете её? Да, конечно, некая профессиональная трансформация со временем наступает. Но, тем не менее, это всегда такое воодушевление будет. Потому что их, ну, вот за 20 лет их много найдено, но их не каждый год находят. Поэтому, если в СИЗО не нашли какой-то инструмент, конечно, бежишь смотреть, интересно, правильно ли коллеги... Вот коллеги говорят, вот гусли нашли. И ты не знаешь, это гусли или нет. Потому что, ну, они не всегда правильно бывают определять. Прибегаешь к гусли, действительно. И надо их зарисовать, сфотографировать, взвесить, измерить. Потом сделать копию по мокрому дереву ещё. То есть, конечно, там так всё начинает крутиться. А есть интерес у подрастающего поколения, когда они приходят к вам наверняка? Я до сих пор себя считаю подрастающим поколением. Значит, есть. Ну, есть, конечно. Но мы проводим очень много лекций, концертов для школьников. Причём вот из Москвы, Петербурга к нам приезжают. И очень редко кто-то уходит равнодушно. Потому что, действительно, людей впечатляет. Ну, нигде, кроме как вот у нас в Новгороде, об этом... Никого нет. Ну, есть ещё коллеги, которые занимаются в разных городах. Мало, да? Мало, да. В России. Мы просто вот друг друга знаем. Все. Все, да. И, к сожалению, вот там, того же Садко до сих пор изображают почему-то с цитрой. Хотя вот если бы, ну, как бы это было бы более известно, музыкальная археология, то Садко бы сейчас изображать только с таким музыкальным инструментом. Ну, вот с 75-го года прошло уже сколько лет, до сих пор, вот, смотришь, художники изображают Садко с цитрой. Ну, иначе ты ничего не знает об этих гуслях. То есть ещё надо много-много рассказывать и как бы популяризировать эту музыкальную археологию, чтобы все знали вот этих вот наших находках. А какое будущее вот этих музыкальных инструментов? Есть ли оно вообще? Как его возрождать? Ну, сложно сказать. Вот есть возможность, сейчас начинают появляться, на самом деле, это прямо вот недавно начали появляться такие вот молодые ансамбли, которые используют денировский музыкальный инструмент. Вот наш, он на самом деле недавно возник, очень недавно. А когда недавно? Ну, вот, буквально. Ну, на самом деле, вместе мы давно играем, вот. Но именно как ансамбль, он вот... И все не обладают такими музыкальными, да? Нет, нет. Вот. Школы. У нас нет музыкального образования, в основном, историки. Вот. И сейчас в других городах России тоже возникает. То есть, ну, какое-то вот развитие происходит. То есть, может быть, будет даже какое-то некое такое движение средневековарской музыки. Но проблема, опять же, просто мы не знаем, что играть на этих инструментах. Если бы, как в Европе, сохранились бы письменные источники музыкальной музыки. Каким образом там сохранились? Ну, там нотные записи, да, вот. Ну, они не такие, как современные, но, тем не менее, там можно восстановить, ну, хотя бы приблизительно. А у нас... А у нас совсем ничего нет, да. То есть, мы, ну, как бы... Если инструменты мы находим в земле, то музыку в земле уже не найти, к сожалению. Но, тем не менее, сами инструменты, их вот строение иногда подсказывает, как играть. И это хоть какая-то вот основа для наших работ. Сколько в ансамбле у вас музыкантов? Ну, сегодня, в этом, ну, как бы, в этот раз мы приехали в район. Вообще, у нас на занятия, на репетиции приходят до пяти-шести музыкантов. Ну... Это все историки, кто не работает? Нет, не обязательно. Есть вот, есть врачи у нас, у нас есть... Кто у нас есть? Вот что музыка средневековая делает? Собирают все. Да, системный администратор. Да, системный администратор. Люди зайти. А кто их учит? Вы сами показываете, уже сами наигрывают? Да. Как бы мы не придерживаемся такой вот именно, как бы, практики музыкальной школы. Тут люди сами включаются, и, ну, для нас, нам кажется, что это так, немножко более естественно. Но, более того, у нас вообще никогда не было задачи играть на сцене. Мы не сценический коллектив. Это, скорее, такой вот ансамбль, где люди могут, ну, ощутить музыку, понять, что они вообще могут играть на инструментах. Связь с поколениями, там, почувствовать. Ну, может быть, для кого-то это и связь, ну, как бы, с поколениями, самоидентичность, в конце концов, тоже довольно важная в наше время. Вот, часть жизни, как бы, такой вот. Люди пытаются понять, кто они в этом мире, да, откуда у них корни, потому что самоидентичность важна. Вот. Но при этом мы не... Вот эта вот вся культура нам, ну, показывает, что мы не исключительны, мы связаны с другими народами. Это довольно важно, потому что вот такие инструменты есть на Балканах. То есть у нас есть культурная связь с Балканами. Вот такие инструменты есть вот в Польше ещё находки. Значит, у нас культурные корни с Польши были в своё время. Ну, и многие другие инструменты тоже имеют вот отсылку к другим народам. То есть мы себя в итоге чувствуем частью вот мира, но при этом знаем свои особенности. А удалось вот узнать, выяснить, там, женские музыкальные инструменты, мужские, кто на них вот играл? Ну, как правило, вообще музыкальные инструменты, они мужские. Ну, вот в традиционных культурах мужчины играли чаще всего на музыкальных инструментах. Хотя вот в 19-20 веке есть сведения о женских инструментах. Вот в Курской области упоминается как женский инструмент варган. Вот в начале 20-го века кугиклы или кугиклы, такой инструмент флейта пана, духовой. Ну, в археологии мы его не обнаружили, но в этнографии встречаются такие травяные дудки, тоже женский инструмент, трещотки, вот южно-русские, тоже женский инструмент. Ну, вот на севере женщины обычно не играли. Хотя, конечно, уже в 20-м веке, когда много мужчин погибло на войне, женщины оставались одни, ну, праздники надо было праздновать, потому что это очень важная часть. То есть развлекать сами себя. Ну, там, да, как бы получалось, что они сами брали в руки инструмент и играли так, как их мужья. Вы сказали, что люди вы не публичные, не концертные, но вчера все равно вам пришлось выступить на сцене. С каким репертуаром к нам сюда приехали? Ну, вот у нас такой стандартный набор этих наигрышей народных. Что у нас было вчера? Камаринского, Скобаря и Баринского. Ну, да, вот это такие, в основном, лесовые наигрыши. Ну, Скобарь, он больше, конечно, такой под песни. Вот, но это... Некоторые из них общеросский наигрыш, а некоторые региональный. Как люди воспринимают? Молодежь. Вот вы играете, все равно приходится играть, да? А там светило зало, мы не видели, как они воспринимают. Мне очень понятно. Ну, я рядом сидела, да, завораживающе было. Ну, интересно, потому что, ну, пока что, по крайней мере, интересно, потому что никто этих инструментов, как правило, раньше не видел. Довольно необычно для многих. То есть это как некая экзотика, конечно, сейчас иногда воспринимается. Можете и для нас что-нибудь сыграть, для наших телезрителей? Можно из вчерашнего репертуара? Вот, можно на сапеле еще сыграть. Мы сапель не озвучили. Вот, на сапеле тоже наигрыш какой-нибудь, Павел Владимирович. Исполнит. Ну и так далее. Здорово, здорово. Да, наигрыш продолжается. И что-то вместе еще можете, да, исполнить? Вместе? Ну, можно еще озвучить, ну, совместно ансамблем «Гусли» и «Гудок». Что вы вчера комбористского взяли? Я начинаю. «Гусли». Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за великолепное исполнение, Антон Павел. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что возрождаете нашу музыкальную культуру. Спасибо, что пригласили нас в древней Руси. Напомню, что сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» были самые яркие участники праздника «Печорская гостьба». Это специалист по музыкальной археологии Центра музыкальных древностей Владимира Поветкина, Антон Каменский и участник ансамбля «Гуцы» Павел Усольцев. До новых встреч!